Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Клинкрас. На сегодняшний день в обзоре замечательный набор Лего серии Speed Champions под артиклом 76903, который называется Chevrolet Corvette C8R и Chevrolet Corvette 1968 года. Год выпуска данного у нас набора 2021. Это у нас свежая новинка. Рекомендованная розничная цена у нас 3399 рублей и количество деталей данного набора 512 и 2 минифигурки. Резко вы можете спросить, а что это вдруг? Вот такая другая серия, вообще непонятно что. Ни Китай, ни Лего минифигурки и ни Звездные войны. Да, все просто. Я очень сильно люблю 8-пиновые машинки Лего. У меня есть обзор на китайскую 8-пиновую машинку. Это у нас был Dodge Charger Доминика Торетто. Ссылочка на этот обзор будет здесь. Там была офигенная фигурка Доминика Торетто и вообще, в принципе, очень хорошая реплика, копия китайская данного автомобиля. Вот, почему именно данный автомобиль? Да потому что мне очень сильно нравится Charger Corvette. Очень старая такая крутая ретро-тачка. Очень хочется на нее, как справлюсь с ней Лего. И плюсом тут шла вот современная вот такая, я так понял, новинка тоже 2020 или 2021 года. В общем, это последний Corvette от компании Chevrolet, которая выступает у нас в гонках. Что я вообще могу сказать по данной серии Speed Champions? Насколько я знаю, она не так давно выпускается. И это, скажем так, вторая волна данных наборов. И, на мой взгляд, она лучше тем, что до этого выпускались у нас 6-пиновые машинки Лего. То есть, не 8 пинов было, как вот здесь, точнее, как сейчас, а на 2 меньше, что значительно делало мини эти автомобили более, скажем так, ну, неправдоподобными, непохожими. Почему? Да потому что делали морду похожей, скажем так, корму, заднюю часть автомобиля тоже более-менее похожей. А вот сбоку получалось, ну, вообще, ну, ничего. Потому что, во-первых, были ограниченные количества деталей, количество размером. Ну, в общем, не очень было. И поэтому, я так понимаю, компания Лего решила чуть-чуть увеличить автомобиль на 2 пина. И за счет этого они стали более, скажем так, выглядеть копийными. Да, данный у нас набор от компании Chevrolet. Также в нынешней волне серии Speed Champions есть, по-моему, Ford. Есть замечательная Toyota Supra, которая мне очень сильно нравится. Есть McLaren, есть Dodge и еще что-то так интересное. По-моему, Nissan тоже есть в нынешней волне. Что ж, давайте мы посмотрим на коробку. Мне очень сильно нравится, как Лего адаптирует в данной серии машины. Скажем так, она вставляет очень удачные кадры, потому что, ну, это круто. Вот они прям на треке смотрятся. Очень круто, очень симпатично. Что у нас еще есть на коробочке? Вот, я заметил, что у старого Corvette, у нас 1968 года, будут замечательные вот такие диски, очень прикольные, адаптированные под то время. На мой взгляд, это прям, ну, круто. Очень хочется на них посмотреть вживую. И, скорее всего, это будет принт. Ну, наверное, это будет принт, потому что нелогично делать наклейки такие. Вот, потом у нас на коробке есть вот такая вот наклейка General Motors, которая говорит нам о том, что это официальная продукция, коллаборация Лего и General Motors, которые выпускают у нас автомобили Chevrolet. Ну, и еще одна вот такая картинка, что General Motors официальная лицензированная продукция. Обратная сторона у нас коробки, она тоже богатая, скажем так, на рисунки. Ну, правда, мне очень сильно нравится, как Лего адаптирует вот эти мини-автомобили, вставляет их в такие красивые картинки. Прямо вот реалистично это смотрится. Также здесь у нас показаны живые настоящие автомобили, откуда у нас являются копиями Леговскими. Вот такой у нас старенький Corvette. На мой взгляд, очень они попали с цветом, но, может быть, чуть-чуть. Вот этот цвет более вишневый, этот разбавленный, не знаю. И сам новый Corvette. Такая крутая гоночная тачка. К сожалению, к сожалению, а может быть, к счастью, здесь очень много наклеек. Ну, я считаю, что в данной серии наклейки нужны. И я, скорее всего, все наклею, потому что он без наклеек в автомобиле будет смотреться очень пустым. И две мини-фигурки. Здесь у нас показана одна. Что ж, давайте вскроем, посмотрим, что нам туда положили. Так, ну и традиционная заполняемость у нас примерно вот посюда. Ну, это радует чуть-чуть у нас датского воздуха. Так, посмотрим, что у нас по пакетикам. Вот такая вот замечательная инструкция, достаточно плотненькая. Ну, как и ожидалось, у нас будет на каждой машинке по инструкции. Здесь у нас, скорее всего, будет три пакетика. Хотя, может быть, и четыре. А может быть, и два. Что у нас здесь? Это у нас первый Corvette современный, 21-го года. Больше ничего. Дальше достаем. Ага. Наклеечки. Вот столько у нас наклеечек здесь. Примерно 29, может быть, 30. Первый пакет. Третий пакет. Второй пакет. Еще одна наклейка. И посмотрите, она прозрачная. То есть, у нас не будет вот этого глупого несоответствия цветов, когда у нас здесь один цвет, а по факту у LEGO другой. И, по-моему, там еще что-то есть. Ага. Ух ты, диски. Посмотрите на эти диски. Круто. Это у нас диски, два варианта дисков на новый Corvette. Инструкция Corvette старого. Здесь у нас все по стандарту. И еще один пакет. Ух, какие цвета, ребят, вы бы видели. Ну, я думаю, моя камера это потом передаст. Цвет просто богатый. Мне очень нравится. Ну и четыре пакета, как я и говорил. Что ж, давайте соберем, посмотрим на это повнимательнее. Итак, наши Corvette собраны, автомобильчики наши крутые собраны. И что я могу сказать? Я ждал вау от этой модели, а получил вау от этой модели. Очень, конечно, у меня смешанные чувства. Но, в принципе, сама серия, сам набор классный, крутой. Мне он понравился однозначно. Ну, прежде чем перейти к разбору этих автомобилей. Ребят, я прошу вас поставить лайк этому видео. Написать комментарий. Вообще, покупали ли вы данную серию Speed Champions? Увлекаетесь ли автомобилями? Как она вам в целом? Поставить лайк, комментарий и подписаться на мой канал. Также вам хочу сказать, что данный набор я купил на Алиэкспресс. Русской доставки, ТМЛ. И поймал я его по скидке за 1600 рублей. Плюс применил купон. И, в общем-то, купил его где-то за 1300 или это за 1200. Ну, я его прямо охватил по самой вкусной цене, как я люблю говорить. Я думаю, не буду вам рассказывать, как это сделать. Как поменить купон еще дополнительный. В общем, сами все знаете. Так, ну и давайте приступим к разбору автомобиля. Меня очень сильно порадовала данная серия тем, что модельки 8-пиновые. И они достаточно очень крутые и копиновые. Только на них посмотрите. Полностью повторяет оригинал. Модель в действительности копийная, очень удачная. Здесь все полностью сочетается. Мне было просто большое удовольствие собирать данное авто. Я не знал, что они так интересно собираются. Очень детальная проработка полностью всего кузова. И мне очень понравилось, знаете, что то, что я впервые, конечно, купил именно свежую данную серию. Я не знал, что... Вот сейчас я сниму колесико. Меня просто это очень сильно удивило. Я не знал, что колеса начали LEGO делать вот такие. Вы посмотрите. Во-первых, здесь у нас изображен тормозной диск. И это летая деталь. То есть резину я сюда не надевал. Но при том, при всем, вот это все пластик. А вот эта деталь, она все равно, как бы, знаете, немножко прорезиновая. И это меня радует. В комплекте на выбор было два типа дисков. Я выбрал с большим количеством спиц. Мне он нравится. Также было еще просто, ну, обычные спицевые диски. Но мне больше такие нравятся. И поэтому они здесь вот так вот ставятся. Очень интересно. Очень крутая модель. Даже, вы понимаете, то, что LEGO-овцы проработали даже кабину пилота. Очень все интересненько. Фигурки мы рассмотрим чуть отдельно попозже. То есть у нас там даже есть туннель. Если вы видите, очень интересные такие сиденья. Но, к сожалению, не добавили наклеек вот сюда на панель приборов. Такую небольшую. И на, скажем так, бардачок. По поводу наклеек. Ребят, наклейки меня полностью здесь устраивают. Они очень хорошие, полностью удачные. Сочетание цветов, ну, серого с пластиком, конечно, не полностью сочетается. Но все равно они здесь полностью уместны. Если вы возьмете эту модель, то я думаю, что без наклеек этот автомобиль не будет смотреться вообще. В общем, по поводу вот этого корвета, скажем так, последнего C8R. Тут даже вот написано полностью. Он у нас такой в наклеечках, очень стилизованный. Я скажу, что она очень удачна. Мне она очень нравится. Ну, это прям огонь. Теперь, собственно, ради чего покупался данный набор. Это вот такой вот старенький корвет. Вот такой вот он замечательный. Я его покупал, сам набор покупал ради этого корвета. Но меня он немножко разочаровал. Ну, начнем мы с первого того, что здесь прозрачные наклейки. Ребят, я думал, честно думал, что прозрачные наклейки это круто. И то, что не будет этого несоответствия цвета наклейки и пластика. Но, как вы видите, это не круто. Вот это все, это мелкие пузыри. Их невозможно практически выгнать. Это очень трудно. Я даже не видел, чтобы получалось так у людей. Наклейки без наклеек автомобильный бы не смотрелся ни в коем случае. Потому что, ну, это корвет. И эти наклейки, они полностью дополняют весь автомобиль. Потом, как по мне, как по мне, ну, слишком получился он угловатый. Слишком угловатый. Формы, конечно, переданы. Вот эти вот такие интересные волнистые. Особенно спереди. Попытались они передать, но все равно, все равно, что-то как-то не очень. Кабина уж точно, она прям угловатая. Напоминает Lego System конца 90-х, начало 2000-х. Вот такие старые автомобили полицейские. Но прям как-то не очень. И самое, ребята, интересное. В этой модели допущен большой косичище. Вот видите, как у нас расположена фигурка. Видите, да? У нее рука одна поднята. А теперь посмотрим, как это изображено на картинке. На картинке набора. Здесь мы прекрасно видим, что у нас фигурка нормально сидит, ей удобно. Руки у нее якобы опущены, но это не так. Это не так, потому что допущена конструктивная ошибка конструктором Lego. Почему? Да потому что, смотрите, вот видите, как у нас расположено лобовое стекло. Посмотрите, только видите вот эту замечательную ошибку. То есть у нас практически получается, что я не могу засунуть нормально фигурку, только подняв ее левую руку, потому что очень мало места, потому что стекло посажено неудобно. Можно было его принести на один пин. Я не думаю, что что-либо потерялось в конструкции, какая-либо точная пропорция или геометрия кузова. Но это просто ужасно, то есть, ну вот смотрите, я при вас, вот так у нас ставится лобовое стекло, и я пытаюсь туда как-то запихнуть фигурку, и это очень, блин, геморно и сложно. То есть вылетает постоянно лобовое стекло, это ужасно, ребят. Более-менее я посадил фигурку, но при этом она болтается, но это косяк. Это прям, ну, меня очень сильно это разочаровало, плюс это вот так накрывается двумя детальками, детальками такими гладкими, что, ну, блин, ну, это прям не айс, и вот. Ну, это прям плохо. По салону, что я могу сказать по салону, у нас тут есть имитация как бы ручника, и на самом деле, когда усаживаешь фигурку, то рука правая вполне-таки опускается, и можно опустить ее на ручник, руль и ничего более. Тоже никакой наклички здесь нет, хотя могли бы добавить. По фигуркам, здесь у нас две замечательные фигурки пилотов, один у нас пилот полностью в такой, в одежде специально пилотируемый, я не знаю, как она правильно называется, если знаете, напишите в комментариях. Здесь у нас изображены все символики, логотипы, шевроле, потом логотип корвета, здесь у нас также сзади корвет, и вот такая вот дамочка с футболочкой, на которой тоже нарисован логотип корвета, сзади у нас тоже логотип корвета. Ну, лего у нас толерантная, поэтому у нас в последнее время в наборах встречаются очень часто девушки, ну, я против этого ничего не имею, очень замечательная фигурка в коллекцию, в принципе, тоже интересно их видеть. Ну, и для сравнения я достал свой Dodge Charger Dominica Toretto, чтобы просто сравнить, скажем так, масштабы, размеры. Ну, получается, что у нас практически все одинаковое. Тоже 8-пиновая моделька, тоже у нее имеются небольшие косички, о которых я говорил в видео. Но, я думаю, на полке они стоят, смотрятся, будут вполне замечательные. Ну, по итогу у нас получаются довольно-таки очень интересные автомобили, вполне себе копийные, очень похожие на оригиналы, но с небольшим косяком. Но особенно с вот этим старым корветом 68-го года. Ну, разочаровал меня он, честно разочаровал, но этот очень сильно порадовал, не ожидаю я такого. По итогу могу сказать, что рекомендую я данный набор к покупке, даже если вы не фанат, скажем так, этой серии, но вот просто так купить, собрать и поставить на полку, и немножко поиграть, или сделать небольшую такую винетку, диорамку. Я считаю, это прям, ну, очень удачный набор для этого. Рекомендую купить и купить по вкусной цене, а поймать по скидке, он точно стоит своих денег. За 1800-1600 его можно будет поймать на Алиэкспресс. Ребят, у меня на этом все. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы укладываем обзоры на Лего и его аналоги. Всем пока!